Продолжаем смотреть суккуленты Ирины Петриченко. Кстати, вот здесь я увидела, что вот это ж и зимует тоже, да? Горноколосник. Горноколосник, он получается универсальное растение. Он прекрасно себя чувствует в доме и хорошо зимует на улице, но только там, где не замокает, то есть где не подтапливают его холодные воды в зимнее время. А так он в грунте, он, конечно, компактный. У него такие капусточки головы получаются интересные. Растения интересные. Интересные. Вот, посмотрите. Это у нас церапегия, да? Да, это линиатрис, которая... Церапегия продается польцами, связками вот такими, скрутками. Это алоэ, Ира? Или это дикая? Это дикая. Дикая какая. Это дикая, но симпатичная. Да, я думала алоэ, но когда дотронулась до... И вот этот вот мохнатый. Лапки, поняла, что это дикая, потому что очень, очень твердое такое растение, прямо, прямо как из металла сделанное, выкованное. Порталукарии уже большие. И вот здесь папоротнички, самые разные. Муж мне пеняет тут, что я не все горшочки подписала. Бегает ко мне с горшочками, а я умотала на съемку. Вот такой папоротник с истрой. Такой 850 рублей, он с белой варигатностью. Да, да, я увидела. С варигатностью стоит 800 рублей. Красавчик такой. Искра прямо идет. Видите, он с белой варигатностью. Она издали не видна, а вблизи очень даже хорошо просматривается такая светленькая, светленькие вкрапления. Постыней у нас много всегда на выставке, на любой вкус. Вот здесь вот, например, мы с вами подошли к хищникам и эпифитам. Эпифиты, это вот они. Тилансии, самого разного сорта. 1200, вот такая прямо роза. 750, вот такая луковичка. И есть 350. 350, вот такие ежики. Нет, 550 ежики. А 350, это, наверное, вот такие вот. Вот эти 500. А эти 350. Тут все, а, вот. Ага, Марина сказала, что вот это все 350. То есть вот это подносик вот такой. Тут они серебристые, 350. А вот здесь делаем все такого же, так же ежиками, но цветные. Они 550. Ну так. Вот здесь вот стоят все разные сорта. Ну и хищники тоже, да. Пользуясь случаем, пощупать водоросли охота. Вот такие шарики. Водоросли, посмотрите. 150 рублей шарик. Марина, они в воде, когда находится, вода загрязняется или нет? Мутнеет. Нужно менять воду, да? Каждую неделю. Каждую неделю нужно, нужно воду менять. Потому что они, как любые водоросли, они тоже на прозрачность воды влияют. Отстоянную воду, то есть не сразу из-под крана. И вот получается каждую неделю не забывать воду менять. Вот такая россяночка прямо из меленьких, меленьких таких. Или это не россяночка вот эта? Россяночка. Россяночка. Да, породистые россянки. Такие все в липких ворсинках. Такие миленькие, на самом деле коварные. Липкие капельки на ворсинках. И любого комара, зазевавшегося, сразу к себе приклеят намертво. Какие интересные. Интересные, да. Вот тут у нас в уголке, тут девочки наши из Анапы. То есть со своими экзотическими растениями. Мы сейчас, если рассмотрим, вам покажем. Тут у Оли много гортензий. Самых разных расцветок. С подписью сорта. Миссари. По 350 рублей детвора продаются. Аиша. Аиша. Такие полузакрытые цветочки интересные. Перфекция. Ярко-розовая. Она махровая, наверное. Да, она махровая. Посмотрите. Перфекшн, да? Перфекшн читается. Люцифер. Темно-темно-красная. Камила. Камила с белой окантовочкой. Красивые расцветки. Прямо красивые. Нельзя рассматривать. Нет цветочки. То, что у меня... То, чего у меня нет, мне тут же хочется купить. Страфантус. Красиво цветет. Мощное растение. Сейчас посмотреть. Попытаемся цену. 400 рублей. Страфантус стоит. Надо расспросить у Марины, как же он цветет. С какой периодичностью. Он вообще зацветает в комнатных условиях? Страфантус. Пока не цвел еще. Тропиканцы. Нужно, конечно, подобрать к ним ключик, чтобы они цвели. Лантана. Вот такая. Тунбергия. Тунбергия бикалор с белыми вкраплениями. Тунбергия мантия короля фиолетовая с желтым горлышком. Очень красивые растения. Якобиния желтая. Якобиния разная, в том числе и желтая. Пассифлоры тоже самые разные. В том числе и съедобные. Компанулы. Компанулы уже большие горшочки. По 300 рублей. Вот они. Степанутисы. Степанутисы. Мадагаскарский жасмин. По-другому. По 250 рублей. Очень красиво цветут. У них неудушающий запах. Очень такой приятный запах цветов. Не душит. Просто наслаждение. Вот еще получается целый подносик экзотов. Здесь посмотрите. Бурнфельсия лакте. Белая самая ароматная. 450 рублей. 500 рублей она стоит. А с вот таким листиком. Лагунария. 450 лагунария. У нее розовые цветы. Надо подписать свое растение. А то оно у меня живет без имени. Но я все время думаю. Я обязательно его увижу. Вот я его увидела. Лагунария. Цветет красивыми розовыми цветами. Камбретум. Дершиками такими. И такие красивые листики. Посмотрите. Такая прямо шикарная. Лиана. Вот он. Вот. Церотоксиво. Пестролистный. Тоже ароматные цветы белые. Хамилия. Люблю хамилию. У нее такие прямо красивые цветочки. Долго-долго они цветут. Цветочки трубочки. Вот такая ордизия. 600 рублей. Уже разросшийся кустик. Красный цеструм. Единственный цеструм, которого у меня нет. 400 рублей. Жасмины самые разные. Корисы. Серисы. Вот вижу серису махровую. 450 рублей. Корису зеленую. Эпистролистную. Все, что хотите. Экзотов тут. Просто выбирай на вкус. Брунфельсия австралийская. Брунфельсия валарис. Это что такое? Валарис соланацея. Соланацея похожа цветочки на соланум. Это как послен бьющийся, да? Или это нет? Не знаю. Не знаю. Не знаешь, как маячко уходит. Соланацея, значит, похожа, по крайней мере. Да, да, да. Тоже 500 рублей он стоит. Ну вот Марина увлекается всеми экзотическими растениями. Она охотится просто за ними. То есть высматривает, выписывает, наблюдает за ростом, укореняет. То есть тут можно много найти именно экзотических растений. Австралийская, которая вчера, сегодня, завтра. А, австралийская брюнфельсия, это вчера, сегодня, завтра. То есть у нее цветок меняет цвет. Фиолетовый, сиреневый, белый меняет расцветку. Вот там же. Вот это у нас. А, у аналоя, да? У аналоя. А я думала, это саландра. А, это саландра. А, это саландра. Она что, откинулась до 100%. Оля, это саландра. Это фуаналу. Это фуаналу. Мы... Да, фуаналу. Да, фуаналу. Фуаналу. Да, это все не ранее. А что тут написано? Это на хуаналу. Похоже, да. Похоже, да. Похоже, запутал нас фуаналу, а похож на саландру. Вот такие с узеньким листиком. Ой, красивенький. С узеньким листиком очень красивый кратончик. Есть с темным листом, есть с крупными листьями, есть с цветными листьями. В общем, я же говорила, что все, что хотите. И кроме этого, у Оли с Мариной много брон... Бугенвиллий много и филаргоний. Сортовых. Контакты у Оли у нас есть, поэтому спрашивайте, все вам напишем. А там у Оли поделится с вами страницей своей ВКонтакте. И вы сможете посмотреть растение с названием сорта. Потому что покупателей же не могу, я тут разгонять. Они сейчас заняты рассматриванием цветочков и беседой с коллекционерами. То есть у нас тут же консультации по выходу. А, тут света. Я тут место посмотрела, не узнала, не поняла, кто. Тут света у нас. И у света не только комнатное, но и садовое растение. Посмотрите, какой тут османтус. Османтус этот? Османтус продается шикарный. Вот он полторы, да? Этот тысяч. А, тысяча, тысяча рублей. Гляньте, какая расцветочка. Просто прелесть. А это калистемон же, да? Калистемон, да, карликовый. Карликовый даже, калистемон. А цена? Две прошли. Две тысячи калистемон. Так вообще, две пятьсот продавали. Ну и вот здесь вот я вижу, смотрите. Света, расскажи нам цены вот здесь немножко. Вот это что? Алаказия или колоказия? Алаказия. Блэд Мэджик, да. Блэд Мэджик. Но тут же тысяча пятьсот. Это Азлани Алаказия. Азлани красавица. Посмотрите, какой лист. Прямо переливается бриллиантовый. Полторы тысячи. Сильвер дракон тысяча семьсот. Ага, тысяча семьсот. Вот такой куст. Большой, да. Синуата. Синуата? Да. Ой, какой лист красивый. А-а-а. Вообще, просто не оторвать взгляд. Да, она прямо ребристая, точно как шкура дракона. Называется как она? Это Синуата. Синуата. А сколько она стоит? Тысячу пятьсот. Тысячу пятьсот. Прослушала, аж так засмотрелась. Я, по-моему, не говорила. Ох, вообще. Сумочка себе. Знаете, что делаете? Ну, что? Ну, и немножко по цветам. Рыб-секреп тоже вот такая. Рыб-секреп. Да. Она похожа на Азлани, только форма листа. А вот это, кого я тут задела? Да, что это? Это филадендра? А кто это такой свет? Бронза. Красивый какой. Бронза. Он такой темный прямо. И у него интересный листик. Смотри, какой скалбот. Да, да. Прямо такой интересный листик у него. Это папоротник. Это папоротник такой. Тамара, посмотри, какой папоротник еще. Мертики тут же стоят. Калладиум. Ну, а калладиум свет 1300-1500. 1300-1500 калладиумов. Ну, и... Это уже там хорошие колыбышки большие. Они просто чуть поздно у меня проснулись. Свежие листики, если так говорить, вот недавно проснулись. То есть мы с вами говорили уже о калладиумах, что они не обязательно спят зиму. У них у каждого свой срок, получается, захотелось этой луковички, клубенечку. Он заснул, тут же проснулся, через две недели начал расти. Стефануете, Света весь в цветах. Света сколько такой большой куст, Стефану? 1800, но он был, который разберешься, его забрали. 1800, вот этот уже купили, да? Да. Но там бутонов намного больше. Бутонов больше, но еще не распустились? Нет, я взяла где больше бутонов. Он же в перспективе весь распустится. Я специально припрятала на бутон. Красавчик, красавчик. Да, 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 весь прямо цветущий. Вот это Чита у нас, да? Да. Сколько она стоит? 3, 2,800. 2,800 и 3, вот такие огромные дефенбахи. И вот Лирата. 1800. 1,800 фикус Лирата. Не могу понять, это с желтой варегатностью, Света? Да, монстера. Обалдеть, сколько она стоит? 6,500. 6,500, вот такая. Это вообще эксклюзив. Верхушечный черенок, 6,500. Монстера с желтой варегатностью. Ну, это эксклюзив. Альпиния, кстати. А сколько альпиния? 1700, по-моему. 1700. Вот это аж уши, да, или нет? Сильверблю. Сильверблю. 600 рублей, вот такая главная мка. Ну, в общем, у Света тут сегодня вот... Шривериана, красавица. Шривериана 2 или уже меньше? 2. Сильверблю это тоже? Не узнать прямо, да? С ростом меняются. Да, но она у меня есть как-то мелочи, а эта полоса на этой больше. Ну, вот это меня прямо, гляньте, привлекло внимание. Посмотрела хоть, как листик будет выглядеть, когда он будет расти. Ну, красавица. Красавица, да, да, да. Это только молодые листы, она прям желтая. Хорошая генетика. Это Света. Немножко Сан-Севьер есть. Контакты я говорила вам, что можете писать. Но контакты у нас есть. У тебя визиточка есть? А вот сейчас визиточку я вам покажу Светину. Если у кого-то прямо вдруг возникло желание какой-то цветочек заказать. Света отправляешь ты почтой, да? Почта Света отправляет. То есть настоящие эксклюзивчики с вами посмотрели. Дальше у нас цветочное место Людмилы. Ох, какой цветок, боюсь дотрагиваться, посмотрите. А то сейчас свет падет, да, и все. И все так. Хотела вам до конца видео снять все места, но не получится. Диспетчер высвечивает, что зарядка заканчивается. Поэтому сейчас я на этих красивых ходах не могу закончить и побегу выпрашивать телефон у мужа. Поэтому продолжение следует. Я думаю, что он мне не откажет.